Девушки отдыхают Извините меня, пожалуйста, что я, не будучи знаком, позволяю себе. Но предмет вашей беседы настолько интересен, что я... Разрешите присесть? Что есть истина? Истина? Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова. И болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти. Такую истину я могу сообщить. Лично с Понтием Пилатом разговаривал. Нечего, нечего на меня так смотреть, верно говорю. Все было. И балкон, и пальмы. Был словом у Понтия Пилата. Я за это ручаюсь. Ну-тя, 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 ну-тя. Добрый день, симпатичнейший Степан Богданович. Что вам угодно? Одиннадцать. И ровно час, как я дожидаюсь вашего пробуждения. Ибо вы сказали мне, чтобы я был у вас десять. Вот и я. Извините, скажите, пожалуйста, вашу фамилию. Как? Вы и фамилию мои забыли. Драгоценнейшим. Брынза не бывает зеленого цвета. Вас обманули. Ей полагается быть белой. Извините, я не по этому делу. И осетрина здесь ни при чем. То есть как это ни при чем? То есть она испорчена. Осетрину прислали второй свежести. Голубчик, что за вздор? Чего вздор? Вторая свежесть в вздор. Свежесть бывает только одна. Первая. Она же последняя. А если осетрина второй свежести, значит она тухлая. Да прячьте. Прячьте скорее. Прохожие смотрят. Сегодня вечером ровно в половине десятого. Потрудитесь, раздевшись до нога. Натеряйте этой мазью лицо и все тело. В десять я вам позвоню и скажу, что делать дальше. Понятно? Понятно? Низа, Низа. А, это ты, Уда. Я тебя не узнала сразу. Впрочем, это хорошо. У нас есть такая примета, что тот, кого не узнают, будет богат. Куда же ты идешь, Низа? А зачем тебе это знать? Ну как же, ведь мы же условились. Я хотел зайти к тебе сегодня вечером. Ты же сказала, что сегодня будешь весь день одна. Ах, мне стало скучно. У вас иудеев праздник, а что мне, гречанки, прикажешь делать? Сидеть и слушать, как ты вздыхаешь на террасе. Низа. Позволь мне сопровождать тебя. Ну что ж ты молчишь? А мне не будет скучно с тобой. Ну что ты. Хорошо, пойдем. Итак, романтический мастер. Он прочитал ваш роман и просил дать вам покой и возможность творить. Я хотел бы показать вам вашего героя. Около двух тысяч лет он сидит на этой площадке и спит. Когда восходит полная луна, его терзает бессонница. Что он говорит? Он говорит одно и то же, что у него плохая должность и что при луне он не чувствует покоя. Отпустите его. Не волнуйтесь. О нем же мы беспокоились. Теперь вы можете закончить свой роман. Свободен. Ха-ха-ха! Свободен! Он ждет тебя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...